Особенности национальной культуры. Эту загадку пытались разгадать лучшие умы наших предшественников, не оставляют эту попытку и современные творцы. 29 ноября сотрудники ДК имени Боровского раскрыли свое видение особенностей культуры учреждения, которые складывались на протяжении всего существования Дворца культуры, а именно за 90 лет. Здесь всегда кипела творческая жизнь, объединяющая талантливых детей и взрослых. Вот и большой праздник, прошедший в честь круглой даты, выплеснул на сцену феерию творческих красок. Ой, это мой второй дом. Здесь мы все объединены культурой, искусством, творчеством, энергии, позитивом. Мы постоянно общаемся с людьми. Мы очень любим, когда к нам приходят люди, когда они довольны и счастливы, когда занимаются дети, когда что-то происходит. Постоянно какие-то у нас происходят концерты, выставки, музыкальные постановки. Много всего, и все это нас объединяет. На микрофоны, микрофоны, здесь микрофоны. Привет! Привет! Ты кто? Я? Друг? Чей друг? Твой? Мой? А что ты делаешь здесь, друг мой? Жду. Кого? Тебя? Меня? А кто тебе сказал меня здесь ждать? Ты! Праздничный музыкальный спектакль был основан на забавной истории индуса Ракамахандера Капу, приехавшего в Россию на дни индийской культуры, которые проходили в ДК имени Воровского в 2017 году и оставшегося в Раменском с тех самых пор. Капу пытается выяснить все особенности русской культуры. Ее-то и раскрывают замечательные коллективы Дворца культуры со свойственным легким юмором и живыми номерами. На сцене в этот вечер можно было увидеть даже директора ДК, сыгравшего самого себя. Спектакль «Особенности национальной культуры» в очередной раз доказал всем зрителям, что ДК имени Воровского является центром притяжения по-настоящему талантливых и творческих людей. Я пришел сюда в 1972 году. Тогда еще была пионерская комната на втором этаже, где преподавателем был Николай Григорьевич Малышев, актер театра Советской Армии. Это был драматический кружок, а в театр в народный нас еще не допускали. Надо было заслужить это. Поэтому мы репетировали сказки, репетировали спектакли разные детские. И первая роль у меня была, я был худой, не как сейчас, но первая роль у меня была «Ветер и ветрище». Меня Николай Григорьевич Малышев просто выталкивал из-за кулис и говорил, что ты стоишь. Но это на всю жизнь запомнилось, поэтому я не могу забыть это. Когда я начала сюда ходить, заниматься в театре с 15 лет. Вот и можно сказать, для меня театр – дом родной. Для меня это ДК – дом родной. Все здесь было самое-самое, ну вы знаете, увлекательное, интересное. Мы так интересно занимались в театре. У нас был такой прекрасный режиссер Дымнов Алексей Семенович. Мы ставили хорошие спектакли, мы делали выезды в разные, ну как бы отдыхали вместе, всем коллективом. Ровесник Раменского района ДК имени Воровского за последние годы заметно преобразился. Поэтому приходить сюда зрителям и воспитанникам стало значительно приятней. Появились и новые возможности в концертной практике. ДК обладает прекрасным световым оборудованием, которое усиливает восприятие происходящего на сцене. Но, конечно, главным наполнением были, есть и будут – это преподаватели, с любовью несущие и передающие свои знания детям. За добросовестный труд сотрудников поблагодарил глава округа, вручив им грамоты и благодарственные письма. Мы все сегодня прикоснулись к чему-то светлому, радостному, прикоснулись к культуре, его величеству к культуре. Все эти годы, то ли это был клуб, то ли это был дом культуры, здесь всегда кипела жизнь. Всегда были творческие люди, которые смогли объединить, зажечь, проявить, помочь, победить. И что самое главное, наверное, все из вас, я вот так повернулся в зал и увидел, что люди улыбались, особенно когда вышли дети, когда их было очень много. Когда все дружно выбежали, мы посмотрели, и такая гордость возникла у нас в душе. Почему? Потому что это же наши дети. Это ДК, его называют народный ДК, поэтому, когда люди приходят сюда, они попадают как будто домой, к себе домой. И поэтому это очень приятно. И это чувствуется на наших людях, которые, когда смотришь на них, они действительно как дома себя чувствуют. Ждем вас опять, гости к нам, приходите. Двери открыты для всех и всегда. Добрый наш друг, наш преданный зритель. Снова с улыбкой приходим сюда. Марина Миткевич, Сергей Григорьев, Игорь Чернышев, Егор Кабанов для программы «Городские вести». Вместе с тобой мы идем сквозь года.